приветствую дорогой николай это наш николай сорокин во первых почетный участник нашей школы человек будущего homo futurist во вторых основатель великими на и праздники науки которые мне свое время посоветовал нашу школу тоже называйте еще и дополнительно такой фразы как кибернетика стресса да 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 это наша детям психофизиологии да у меня к тебе просьба коль пожалуйста расскажи о ромашке потому что ты в этом хорошо разбираешься а я еще раз покажу тебе ромашку который я нарисовал потому что я хочу сейчас у нас же но тоже почетный участник наш александр он значит середине сентября сделает так чтобы наша ромашка и другие картины появились во многих подъездах отлично 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 это ради мира в человеке и в мире мира в мире отлично ну как тебе сама рома ромашка давайте поговорим об этом ну давай ну ты еще посмотрите ромашки которые там что-то у да 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 видел ну давай расскажи пожалуйста так уважаемые друзья уважаем коллеги но я буду рассказывать о ромашке я все-таки не ботаник я физиолог и значит заканчивал свое время саратовский биофак кафедра физиологии человека животных но поскольку я биолог и тема как говорится ботаники растениями это все проходили знаем и теперь моя специализация это если хотите вот такая поддержка информационная поддержка академических проектов брейнинга этих проектов то я с точки зрения как говорится вот этих позиций хочу рассказать о таком замечательном русском любимом цветке как ромашки это назвал еще цветок любви вот не просто ромашка цвета она не они не просто любви а ромашка это символ символ значит женской любви это вот слово женской любовь ушло потому что у нас самый распространенный цветок это ромашка аптечная а ромашка аптечная она всегда во все времена во всех аптеках мира применялась для лечения матки то есть женского органа самого главного которое дает жизнь и поэтому вот ромашка аптечная можно сказать это женская трава и символ как говорится да и применяют в самых различных то есть ромашек там более 70 видов это из семейства астровых слова астровых нам тоже ключевое потому что и цветок астра и хризантема от нее относятся к этим там и много еще других как говорится цветов которые относятся к семейству астровых и их тоже в простонародье называют ромашками у них немного другие лепестки другие это мы помним знаменитое гадание на ромашке не любит не любит это тоже цветок любви как говорится поэтому ромашка это реально сакральное растение и для русского народа да и думаю для всех народов мира потому что как роза как лотос вот символ там женского начала прочее такие ромашка символ женского начала символ как говорится соития символ самого сакрального, зарождение новой жизни. То есть, ну, её в простонародье называют маточная трава. Ну, её применяют и для, можно применять и для краски волос, как, ну, там золотистый цвет даёт, прочее, и младенцев можно купать, и как всё это. Но ромашки 70 видов, и самый распространённый из них это ромашка аптечная, но её вот можно по-другому назвать маточная трава, как говорится, трава женской любви, ну, вот это всё, и действительно имеет, как бы, сакральное значение, и не только для фармацевтов, там, аптекарей и прочее, а для простого народа, потому что травники и прочее, ну, во все времена ромашкой пользовались и, как говорится, её любили. Кто-нибудь встречал, у кого аллергия на ромашку, нет? Бывает аллергия? Ну, в данном случае ромашки же разные и прочее, и это всякая, как говорится, может быть, но, я думаю, ни у одного человека аллергия на ромашку не... Я ничего спрашиваю, я же врач, а на всякий случай спрашиваю. Не-не-не, я говорил в моральном, нравственном, как говорится, значении, потому что слово аллергия, как говорится, это, ну, имеет медицинское значение, там, это прочее, то есть, это называется лекарственная аллергия и прочее, а я имею в виду с точки зрения духовной, нравственной, сакральной. То есть, ромашка – это женская трава, это маточная трава, трава женской любви. А вот почему это любит, не любит, вот как ты думаешь? А в данном случае я всё-таки прошу обратить внимание, на первое место поставить, что эта ромашка, именно она, ну, как говорится, по биологии, по, как говорится, это в систематике называется ромашка аптечная. Но слово аптека-то для чего? То есть, её в простонародье называют маточная трава, для лечения женского, там, бесплодия, болезни матки и так далее, и так далее. И поэтому, значит, купание, там, младенцев и так далее, она для всего используется у нас. Значит, и поэтому это любимая трава, и не просто трава, а цветок, значит, которая имеет сакральный смысл и для русского народа, и для других народов мира. Потому что... Я смотрю, почему у меня в интернете все женщины так хорошо реагируют на этот цветок. Ну, а как же, а как же? Вы уговили суть, уговили сыпо, потому что... И хорошо получилась белая ромашка, и, как ты подсказал, тире цветок любви. Цветок любви, и не просто любви, а женской любви, потому что это связано с маткой, центром, как говорится, ну, мира, потому что там зарождается жизнь. То есть, если мужчины будут дарить женщинам именно ромашки... Все будет правильно, все будет правильно. Спасибо тебе, Николай. Как у тебя идет сейчас вот с твоей школы, там, где ты проводишь праздник? Давайте так. В данном случае вот есть такая штука. Я вам тоже послал материалы. Мы 29-го готовим следующий как бы наш, ну, там, я думаю, Яндекс.Телемост, мы это проведем мероприятие, посвященное информационные войны, как же там, прошлое, настоящее, будущее, и в рамках пропаганды, связи с общественностью, формирование спроса через систему менеджмента, маркетинга, и отцом-родоначальником всего этого, как бы, вот есть такие, как говорится, имена у нас, великие имена праздники науки, у нас академическая трибуна, великие имена праздники науки, являются Эдвард Бернейс, американские, как говорится, это, назовем его лидер номер один, который, вот, как говорится, тему пропаганды, значит, связи с общественностью и, значит, формирование спроса на нужные, как говорится, там, товары и прочее, он, как говорится, что на уровне отдельных корпораций, вот эти все пресс-релизы, раскрутка, и не просто, как говорится, там какие-то новости, а там сенсации и прочее, привлечение колоссального количества там журналистов, пиары и так далее, и так далее, и Айви Ли, это второй, как говорится, у нас, он работал тоже под интересы Рокфеллера, работал с крупными корпорациями, там, с просоюзами, значит, с дорожниками, автомобильными, столетийными предприятиями, но у нас, как говорится, тема сегодня, вот эти все гибридные войны и прочее, ну, я просто коротко расскажу, как говорится, о биографии Эдварда Бернейса, это фигура, которая имеет колоссальное значение, как говорится, вот для, можно сказать, лидер информационной войны современной, которая, как говорится, происходит прочее, ну, у нас такие же лидеры есть в Германии, в Англии и, конечно, и в имперской России, в царское время, и в Советской России, ну, и сегодня такие лидеры есть, потому что тема, как говорится, пропаганды, связи с общественностью, ну, мы знаем, что связи с общественностью сегодня, это, как говорится, в ряде ведущих университетов основная профессия, в каждой администрации есть связи с общественностью, значит, районный, областной и прочее, то есть, это уже стало профессией, значит, но, как говорится, здесь все тесно связано с формированием, ну, и кто-то его называет гений обмана, там вот есть ролик Александр Файб, но не гений обмана, а гений именно внушения, формирования нового спроса, можно сказать, на новый, ну, вот знаменитый его там бекон и яичница, или там заставили женщины курить, это лаки страйт, это, как говорится, факел свободы, а потом и мальборо, сигареты, как говорится, и для фигур ковбоя появилось, ну, и много-много других, он одновременно Вудро Вильсона, как говорится, американского президента и Первую мировую, но это Герман Геббельс, как говорится, считал лучшими настольными книгами, по которым он учился и прочее, это министр пропаганды Германии, именно Эдвард Бернейсон, ну, и в Советской России, как говорится, в тот момент его тщательно изучали, применяли, и, как говорится, он действительно кастик, но он, как говорится, непростой, непростого происхождения, он внук гамбургского раввина, родной племянник Зигмунда Фрейда, его отец был достаточно, как говорится, серьезный и успешный торговец зерном, тоже, это мать тоже имела, как говорится, сорошие такие это, и, ну, они в крайнем детстве переехали в Нью-Йорк, и получается, свое развитие, прочее, он младше, конечно, своего дяди Зигмунда Фрейда на лет, там, 25 и прочее, там, это, может, 30 даже, но в данном случае, вот именно раскрутку на мировом значении и школы Зигмунда Фрейда, и это все произошло через Эдварда Бернейса. Скажи, пожалуйста, вот этот вот, как он называется, институт в Америке, который создает вот эти вот технологии? Рокфеллерский, Тавистовский институт есть у нас. Да, 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 вот это, что там, расскажи мне. Ну, Тавистовский институт, он, как бы, привязан к Англии, Тависток, но финансирует фонд Рокфеллера, значит, и поэтому... Я поэтому правильно говорю? И когда мы с вами рассматривали, что финансирование всех работ, достижений знаменитого Ганса Селье, это начальник, как говорится, теории стресса, это финансировалось через Тавистовскую систему фонд Рокфеллера, да, вначале он там это все на крысках, на мышках лабораторных все это исследовалось, но в итоге эти выводы и прочее были направлены на, как говорится, родилась новая наука, наука о стрессе, гомеостазе и прочее. И сегодня, как говорится, вот это стресс-гомеостаз, это две, как бы, составляющие, это чувственно-эмоциональная сфера, управление эмоциями. Ответь тогда мне на вопрос практически. Вот я, например, выставляю в интернете новые методики, новые приемы, новые принципы подбора упражнений индивидуально для человека, новые принципы, которых раньше в мире не было. И некоторые вещи я не договариваю специально, дабы шпионов не было. Вот это я правильно делаю или нет? Нет, в данном случае поймите, любая тема, любая, когда вы говорите договариваете, не договариваете, любая тема многосложная, комплексная. И все вопросы, которые вы затрагиваете, они вот как матрешка. И когда вы говорите, допустим, с аудиторией, где обычные пациенты и много простых людей, и не надо никаких сложностей, это вредно даже. И поэтому, ну если там будут профессионалы, люди, как говорится, разбирающиеся, как говорится, вы дадите уже более высокий уровень. Это вы просто реагируете на аудиторию, вы делаете все правильно. Ну просто вот я сейчас вот рассказываю о том, что когда человек выговаривается, все, что ему в голову приходит, или когда писала вот известный автор про автописью. Вот давайте провыговаривается. Вот, извините, в данном случае, ну в любых там церквях и прочее, это институт исповеди. Да. А у нас, как говорится, это психотерапия. Правильно, правильно. То есть, и получается, этот институт исповеди можно, извините, исповедоваться перед родной бабушкой, дедушкой, там, отцом, матерью, как говорится. А можно вот создать такой институт, который тоже будет выполнять эту полезную уцелительную функцию? Да, но я там секрет открываю. Я говорю... Можно ее использовать и во вред, когда, ну, все эти тайны и прочее, ну, используются. Да, я говорю, что, во-первых, это Фрейд на Западе укоренился, потому что психоанализ. Фиггенмут Фройд его называли. Фрейд, да, на Западе, именно потому, что там нельзя так выговариваться, даже соседу, надо нанимать человека, ему выговариваться и за это деньги получать, а тот платить. А у нас на плече девушка у девушки выговорилась, выплакалась и разгрузилась. Ну, я определил, что самое главное, это не психоанализ, а психоанализ самое главное навести на точку душевную боли, чтобы появилась в речи выговаривания непрерывность. Действительно, и подружки, и там друзья между собой тоже выговариваются, само собой. Это система коммуникации. Там не просто говорить, а главное, чтобы поток появился. Да, да. Вот это непрерывность, когда между словами нету пауз. И поэтому я предложил в комнате психоразгрузки, выходишь, закрываешь дверь, чтобы тебя никто не слышал, и выговаривайся все, что в голову приходит. А когда не знаешь, что сказать, говори раз-два-три, раз-два-три. Потом садись, спускай мышцы на самотек, и у тебя голова такая, душа. Отлично, отлично. Да, да, да. Раскрываю секреты вот этих вещей, как новые. У кого-то это называется нирвана, самадхи и другие вещи. Да, 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 Коля. Спасибо за белую ромашку. Мы с тобой сейчас эту белую ромашку распустим. Она не просто аптечная, а именно символ, сакральный символ женской любви. Маточная трава, значит, и исцеляет, и дает новую жизнь, как говорится. А то, что дает новую жизнь, это всегда сакрально. Спасибо тебе, Коля. Спасибо, обнимаю. До свидания. До встречи. До свидания. До новых встреч. Да, до новых встреч. Так, сейчас я найду, где здесь место. До новых встреч.